Андрей Силович, глава Федерации пенсионеров и депутат СЭИМа от Советов Зелёных и Крестьян у нас в студии. Пожалуйста, звоните 672 12 939, 672 13 939. Ждём ваших звонков, вашего активного участия до конца этого часа. Пожалуйста. Итак, вот должна была состояться, вроде бы, во всяком случае, было такое намерение провести манифестацию крупномасштабную 17 октября, то есть в субботу. Она должна была быть приурочена к Дню пожилых людей, Европейскому Дню пожилых людей, но не состоялась, как вы сами подчеркнули, из-за, в общем-то, малой активности. В связи с чем? Почему такая малая активность среди наших пожилых людей, которые обычно самые активные всегда у нас? Да, действительно, такие массовые мероприятия, можно сказать, что уже стали традицией, поскольку предыдущие два года такие мероприятия проводились. Но в этом году также в федерации был обсуждён этот вопрос и предложено высказать мнение всем организациям со всей Латвии насчёт того, проводить или не проводить 17 октября такое мероприятие. Но поскольку отзывчивость была очень низкая, то федерация приняла решение это мероприятие не проводить, поскольку, как правило, такие мероприятия дают желаемый результат только в случае достаточной массовости. Но у нас 109 этих организаций, да? Да, 109 организаций. Да, и из них только две поддержали вот это намерение, пожелали вот это. Да, ну я не исключаю, что если бы, так сказать, был соответствующий нажим со стороны федерации, то откликнулось бы и побольше организаций. Но, тем не менее, это, на наш взгляд, недостаточно, чтобы такое мероприятие проводить, поскольку это всё-таки связано и с определёнными средствами, с определёнными возможностями самоуправления, которые, может быть, понадобятся в других случаях. А так вообще каждый год проводятся такие манифестации? Да, такие манифестации уже проводились два раза. Один раз на просаде Стрелнику, второй раз на национальном манеже спортивном. Так что... Это в прошлом году или раньше? В прошлом году. Ну, в этом году я не исключаю, что, может быть, понадобится помощь всех организаций уже в ходе обсуждения государственного бюджета. Может быть, и после этого, когда будут решаться все, ну, очень важные для пенсионеров вопросы. А почему же всё-таки вот пенсионеры такую низкую активность проявили? Почему они не захотели выйти? Ну, мне очень трудно сказать, какие там могут быть причины. Но вы же должны чувствовать их настроение, как вот глава федерации. Да, ну, настроение, я бы сказал так, что отдельных людей очень воинственные даже. Но это, конечно, недостаточно. Должна быть определённая массовость. Может быть, причина в том, что всё-таки кое-что удалось достичь. Именно в последнее время, в первую очередь, это касается так называемых новых пенсионеров, которые ушли на пенсии в 2010 году и после. Потому что всё-таки удалось убедить и депутатов, и Министерства благосостояния, что необходимо делать перерасчёт тех пенсий, которые были рассчитаны с низким коэффициентом. И уже в бюджете следующего года заложено начало этой кампании. Ну, то есть пенсионеры, по-вашему, получили то, что они хотели, часть пенсионеров, и на этом успокоились? Да, ну, в то же время то, что в нынешнем году индексация пенсии получилась очень скромная, практически где-то в пределах до четырёх евро, самое большое, то это, конечно, ни в коем случае не может удовлетворить пенсионеру, поскольку всё-таки расходы вырастают гораздо больше, нежели пенсионеров. Ну да, вот мы только что прочитали про расходы на коммунальные платежи, например, которые будут ещё расти. Да, ну, это не только, это и лекарства. Ну, это понятно, конечно, да. У нас в гостях сегодня Андрей Силынич, глава Латвийской Федерации Пенсионеров и депутация ему от Союза Зелёных и Крестьян. Пожалуйста, звоните нам, 672-12-939, 672-13-939. Да, вот такой вопрос. Понятно, что в 2016 году мы видим, что, возможно, только удастся начать эту кампанию по поводу повышения тех пенсий кризисных лет 2010-2011. Но поскольку вы знаете общую ситуацию, что, на ваш взгляд, могут ожидать пенсионеры в дальнейшем в 2017-м годах, в 2018-м годах? Что-то есть? Есть какие-то перспективы, вы видите, что жизнь пенсионеров улучшится, потому что мы знаем, что очень многие пенсионеры, к сожалению, у них пенсия ну, вообще ниже проживающего минимума даже. Ну, как известно, пенсии выплачиваются из бюджета государственного социального страхования. И насколько мощный этот бюджет и сегодня, и в будущем будет завести пенсии. И, конечно, тут действует несколько факторов на это. Один очень неприятный фактор – это то, что все-таки из государства, по моим подсчетам, уехало порядка 300 тысяч работоспособных людей, которые фактически ушли из нашей пенсионной системы. И уже в последнее время неоднократно приходилось слышать такое мнение, что да, пенсионная система у нас хорошая, но она не рассчитана на такое экономическое развитие, которое имеет сегодня наше государство. То есть экономическое развитие отстает и не дает желаемого результата. С другой стороны, все-таки, может быть, благодаря тому, что мы знаем, в кризисные годы, был несколько лет задержан индексацией пенсии, которая практически дала возможность сегодня создать значительные накопления в этом бюджете. И сегодня, пожалуй, Федерация пенсионеров главным образом борется за то, чтобы максимально использовать те скромные возможности, которые заложены в нынешнем бюджете соцстрахования. И дело в том, что бюджет выполняется с некоторым перевыполнением, то есть имеются значительные накопления, которые насчитывают уже несколько сот миллионов евро. И мы считаем, что как раз это накопление является достаточной основой того, чтобы в ближайшем будущем решать давно наболевшие вопросы пенсионеров. В первую очередь, это повышенная индексация пенсии. И буквально на прошлой неделе уже в Сеймах комиссии мы ознакомили с предложением Федерации, что это можно назвать в некоторую степень компромиссным решением, чтобы в будущем индексация пенсии в большем объеме проходила для тех пенсионеров, у которых больше рабочий стаж 30, 35, 40 и более лет. Ну, это, конечно, будет такой очень острый вопрос для обсуждения в Сейме буквально в ближайшем будущем. У нас имеется договоренность, что обсуждение будет не только в комиссии по социальным вопросам и труду, но будут приобщены и другие комиссии Сейма, в первую очередь комиссии по бюджету и финансам. – Андрей Сыланиш, у нас в студии есть звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Доброе утро, ведущие, доброе утро, возглавляющие наше общество. Доброе утро,nymi pensioner. Ну, я бы хотела поговорить о том, что пенсионерам очень сложно жить. Материально это уже всем известно. Но, кроме того, медицинское обслуживание настолько дорогое, Что хотелось бы, чтобы правительство наше решило вопрос о том, что пенсионерам и более мудающимся нашему обществу, которое в свое время строило, которое в свое время платило налоги, за которое учились наши медики, наше правительство, наверное, тоже бесплатно. И теперь нам не уделяется внимания медициной. Нам настолько все это дорого. Я обратилась к зубному врачу. Мне назвали сказочную сумму, которая вообще сложно воспринимать со пенсионером. Как там жить? Спасибо. Мы поняли вашу мысль. Мы ее прокомментируем обязательно после новостей и рекламы. Сейчас пауза небольшая, на несколько минут буквально. Глава Федерации пенсионеров, депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Андрей Силынич. Сразу после перерыва поговорим о стоимости недоступности медицинских услуг для пенсионеров. В студии сегодня глава Латвийской Федерации пенсионеров, депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Андрей Силынич. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Но мы начнем с того звонка, который прозвучал перед перерывом на новости. Он был такой эмоциональный очень. И касался он того, что очень трудно пенсионерам жить. Ладно бы еще только пенсии, но еще медицинские услуги недоступны и дорогие и так далее. Как вы это прокомментируете? Такой очевидный вроде бы факт, конечно. Действительно, с медициной у нас совсем плохо. Еще в начале прошлого года параллельно были проведены несколько социологических исследований, которые раскрыли очень неприятную ситуацию, что даже больше четверти пенсионеров вынуждены отказываться от заботы о своем здоровье, поскольку в их распоряжении не имеется достаточных средств. Потом эти вопросы и эти материалы, опросы были обсуждены и в комиссии Сейма по нашему предложению. Ну и вследствие в этом году уже прямо в разгар лета Федерация пенсионеров проводила сбор подписей. Было собрано порядка 70 тысяч подписей пенсионеров. Но насчет того, чтобы в столетиях государства все-таки, наконец, встретить системы страхования и здоровья пенсионеров. Ну, в данный момент какие-то продвижки в этом направлении начались. Высказывается различные предложения насчет страхований, что вроде будет какая-то часть социального страхования может быть направлена на медицинское страхование. Но, конечно, это все пока что только разговоры, высказывания. Но уже хорошо то, что, как говорят, немножко вода зашевелилась. И мы очень надеемся, что все-таки буквально в самые ближайшие годы этот вопрос в нашем государстве будет решен. Правда, на каком уровне, это пока остается вопрос открытым. Ну, очевидно, так же, как по остальным, другим вопросам, очень многое будет зависеть от финансовых возможностей. Ну, вот звучали также и мнения, что вот это страхование здоровья, оно для Латвии вообще как-то не подходит, вот эта система. Да, ну, мнения очень разные. Кстати, что касается пенсионеров, то мы встречались с нынешним министром, и я бы сказал так, что очень многие пенсионеры связывают все-таки определенные надежды именно с действием министра. И, как высказался один пенсионер, он говорит, что новый министр – это как щука в пруду с карасями и должна расшевелить немножко именно сферу организации медицинского обслуживания у нас в государстве. Ну, у нас сфера организации медицинского обслуживания, по-моему, уже так достаточно хорошо была расшевелена в разные стороны, но как-то вот все это ни к чему не приводит. Также мы вот помним сферу образования, которую там пытался расшевелить тот же Роберт Киллис, да, и тоже помним, к чему это все привело. То есть вы надеетесь все-таки, что Гунт Эсбелевич, он как-то сможет в позитивном направлении все это… Ну, я надеюсь, что все-таки… Причем тут недовольны, вот как мы уже возошли как раз в студию, мы как раз комментировали статьи, в прессе пишут о том, что им недовольны все – и пациенты, и врачи, и вот премьер уже вызвала на ковер, скажем так. Ну, я все-таки принадлежу к тем людям, которые считают, что это человек, который может работать совершенно независимо, может быть, некоторые его идеи следует более осторожно преподносить, но все-таки я думаю, что он может дать положительный результат именно в сфере медицинского обслуживания. — Вот как вам кажется, вот такие дискуссии время от времени идут, стоит ли каким-то образом ограничить самые большие пенсии? Потому что понятно, что люди эти пенсии заработали, но когда мы видим пенсии там 3 тысячи, 4, 5 и более тысяч евро, да, что люди говорят, ну понятно, что они их заработали, но как же так может быть? Что же это за борьба за социальным неравенством, когда у одних пенсия там 200 евро, а у других 7 тысяч евро? — Что касается пенсии, я, конечно, не сторонник того, чтобы считать деньги в чужом кармане, но наша пенсионная система, она трехуровневая. — Да, первый уровень, так называемый солидарный уровень, второй уровень накопительный, третий уровень, это уже частные накопления. И при действии такой системы, я думаю, что совершенно было объективно, что действовали бы определенные ограничения на первом уровне, это на уровне солидарности, но, к сожалению, наши ограничения привели к тому, что пенсии на первом уровне именно различаются в 100 и даже более раз. — Что, конечно, ни в какие ворота не лезет, и поэтому еще несколько лет назад Федерация пенсионеров высказала за то, что все-таки в нашей системе появились определенные ограничения именно этого первого уровня. — Ну, наши противники или оппоненты говорят, что нет, вот это надо связывать с уплаченными страховыми взносами и тому подобное. — Ну, мы видим, к чему это сегодня привело. Вроде было уже сделано какое-то ограничение, правда, не очень весомое, что там люди, которые получают по 4 тысячи более евро в месяц, они свыше этой суммы налоги не платят, ну и страховые взносы не платят. — Сейчас вот появилась идея, что это будет какой-то новый налог, что совершенно нет никакой логики. Я вполне понимаю, почему протестует работодатель против этого, потому что страховые взносы, как мы знаем, платят две стороны — и работонаниматель, и работодатель. — Причем часть работодателя гораздо больше нанимателей, и получаются очень значительные средства. Я недавно в прессе читал, что есть предприятия, которым это грозит дополнительным расходом по миллиону евро более в год. — Ну, это, конечно, тоже непорядок, и я думаю, что при утверждении бюджета следующего года еще будет очень много дискуссий насчет этого нового налога. — Ну что, у нас звонки по двум линиям будем принимать. Сейчас Андрей Силович, глава Латвийской Федерации пенсионеров, депутация МОЦ «Зеленых» и «Крестьян». У нас в студии, пожалуйста, звоните. Напомню еще раз телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. В видеочате тоже можно писать, пожалуйста. Слушаем, здравствуйте. — Доброе утро. — Вообще очень много болтовни. Пожалуйста, пусть он мне ответит. — Да, что касается моей пенсии, то она достаточная для того, чтобы я, когда не работал, мог позволить себе на общественных началах работать в Федерации пенсионеров. — А, вы зарплату от Федерации пенсионеров не получаете? — Нет. — Чтобы было всем понятно, кстати. — Других благ также не получаю. Но с расходом определенным это связано и с довольно большими. — Поскольку я проживаю не в Риге, и каждый день практически приезжать в Ригу тоже кое-что стоит. — Стоит, да. — Ну и также это последние два года Федерации зажило несколько лучше в финансовом смысле. — До этого я бы сказал, что это были достаточно большие средства. — Ну, что касается всех пенсий в целом, я бы сказал, что, конечно, то, что сегодня порядка 70% всех пенсионеров получают пенсии ниже 270 евро в месяц, это, конечно, очень печальная цифра. И практически все эти люди становятся дополнительным грузом для самоуправлений, которые должны им всячески помогать. Ну и, конечно, это требует самоуправлений и достаточно больших средств, которые у них тоже ограничены. — Кстати, вот как вам кажется, вот вы уже сказали в первой части, что действительно работоспособные люди выезжают. Ну, сейчас многие говорят, что вот сейчас приедут беженцы, ну, часть из них все-таки пойдет на работу. Может, они как-то будут зарабатывать пенсии нашим пенсионерам, или вы не очень верите в это? — Что? Насчет этого я не оптимист и скажу прямо, что этот вопрос обсуждался и в направлении Федерации пенсионеров. Мы даже обсуждали такое, как бы, воззвание к пенсионерам, откликнуться тем, которые готовы были принять у себя беженцев и обеспечить им уровень жизни латвийского пенсионера. Мы знаем, какой этот уровень, но правление посчитало, что, может быть, это будет в некотором смысле такой, как бы, насмешкой, поэтому никакого решения не было принято. Но, конечно, то, что государство собирается гораздо серьезнее поддерживать беглецов, нежели своих жителей, это, конечно, настораживает. И то, что вот недавно приходилось читать такие изречения наших руководителей, что вот там 2 евро с чем-то на пропитание в день — это очень маленькая сумма, и с этим прожить нельзя, то, наверное, уместно напомнить нашим руководителям, что многие пенсионеры не имеют этих 2 евро с центом в день, чтобы обеспечить себе питание. И если они не верят, то могут пойти на рыжийский городской рынок центральный и посмотреть, как там бабушки покупают по 300 грамм тюльки, и если попадается больше, то просто рыбку снять с весов. Да, это... Да, ну, этот вопрос можно посмотреть по-разному. В нашем государстве система такая, что все доходы облагаются налогом, и поэтому Федерация пенсионеров главным образом борется за то, чтобы постепенно поднимать необлагаемый минимум пенсионера. На сегодняшний день это 235 евро, которые не облагаются подоходным налогом. Мы очень обрадовались, когда с трибуны Сейма руководитель бюджетной и финансовой комиссии господин Шадурский высказал, что начиная с следующего года будет на 15-20 евро этот минимум повышаться. Но, к сожалению, рассматривая сегодня проект бюджета следующего года, мы это обещание не находим. И, очевидно, и насчет этого будем дискутировать в Сейме при обсуждении бюджета. Еще звонок. Пожалуйста. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Ну, пригласите уже специалиста когда-нибудь. Разъясните и вашим радиослушателям, как работает налоговая система власть. А то эти глупости по поводу того, что... Тише, тише, тише. Вы только не заводитесь, пожалуйста. И давайте не будем мы друг друга оскорблять, начиная с утра. Глупости. Кого же я оскорбил? Пригласите специалиста. Специалистов приглашаем, да. Кого же я оскорбил, да. Просто этот глупый вопрос задается постоянно. Мне просто непонятно. Какой глупый вопрос задается? Глупых вопросов не бывает, понимаете? Не бывает глупых вопросов. Любой вопрос, который интересует человека, его волнует. Значит, он может его задать. Бывают ответы. И что касается налоговых специалистов, попробуйте пригласить кого-нибудь из службы СГД. Уже пытаемся, по-моему, больше года это сделать. Не удается, да, пока? Ну, видимо, там очень важные дела по сбору налогов. Так что, да. Еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, добрый. Добрый. Не слышим вас, извините. У вас какие-то помехи на линии. Алло. Нет связи, по крайней мере, да. Ну что, еще есть пару минут. Можно попытаться дозвониться. Да, у нас 6-7-2-12-9-3-9, 6-7-2-13-9-3-9. Ну, вот, действительно, если вот комментировать, скажем так, довольно эмоциональную претензию нашего слушателя, вот говорится о том, что, так, прозвучала такая мысль, что, ну, вообще, вечная тема. И, судя по всему, никуда мы от нее не уйдем никогда. То есть, вот все вот эти вот повышения, там, минимальные какие-то на 3 евро, на 4 евро, это все, ну, не решает в корне вопрос. Это, конечно, так, но в моем понимании все-таки главная загвоздка в двух вопросах. Во-первых, это достаточно медленное экономическое развитие нашего государства, которое не дает желаемый результат уже в виде налогов. И второе, что все-таки у нас, в моем понимании, прослеживается явная тенденция жить выше своих возможностей. И если мы посмотрим государственную сферу управления, я думаю, что там есть очень много различных резервов. И, в первую очередь, это, конечно, вопрос, касающийся того же Евросоюза, что мы стараемся сделать все так, как это заведено в старых европейских странах западных, где, я бы сказал, бюрократия очень высокого уровня. Мы стараемся им подражать, а это стоит очень больших денег для нашего государства. И, в моем понимании, мы не можем позволить себе сегодня такую систему управления, которая действует в той же Германии, Франции или в Англии. Обидно, что у нас государство может себе позволить делать проекты какие-то, не работающие за несколько миллионов евро, и терять такие деньги. А пенсионерам оно помочь почему-то не может. Если так популизмом заниматься в данном случае, как я это делаю сейчас? Да, это, конечно, обидно, что мы слышим, вот сейчас вопрос решается в иглецах, там, 16 миллионов, может быть, и больше. А если мы решаем для пенсионеров вопрос... Где, наверное, те деньги, которые имеются у нас, могли бы быть использованы более эффективно, более целенаправленно? Ну что, спасибо глава Латвийской Федерации пенсионеров и депутат Сейма от Союза Зеленых и Крестьян. Андрей Силынич был сегодня с нами в утре, в первом часе. Спасибо и до свидания, удачи. А после 9 часов мы обсудим поправки Конституции, согласно которым с депутатов могут снять административный иммунитет. То есть для того, чтобы условно наказать за превышение скорости, не потребуется согласие Сейма. Вот в какой-то стадии сейчас, кто согласен, кто не согласен, пожалуйста, переходите вместе с нами в следующий час и подключайтесь. 672 12 9 3 9 и 672 13 9 3 9.